Всем привет! С вами снова Люксорта. В начале марта, просматривая один из роликов компании Optimum House, увидел ряд негативных комментариев с отсылкой на видео стройхлама, в котором раскрывалась вся правда о технологии ЛСТК и недобросовестности компании Optimum House и их партнеров из Москвы. Конечно же, я сразу нашел этот ролик и честно скажу, начало мне очень понравилось. Рассказ про математика Сэмюла Ллойда, про его придуманную игру пятнашки и про то, как люди пытались обмануть Ллойда, чтобы получить приз. Шикарно. То, как Сергей сопоставил себя с Ллойдом, а Optimum House с Д'Артаньянами, которые пытались обмануть его, наложив одну ситуацию на другую, говорит о тонком, хорошем чувстве юмора Сергея. Я, в свою очередь, только могу позавидовать ему. Биография Сэмюла Ллойда весьма интересна и увлекательна. Оказывается, математик со школьной скамьи начал придумывать головоломки, которые пользовались колоссальной популярностью. Увлекался шахматами, выпускал книги со множеством выигрышных стратегий для игры в шахматы. Издал собственный журнал, в который вошли множество головоломок, придуманные им самим. То есть, простыми словами, создал большое количество полезных и нужных вещей для людей. И тут в моей голове возникла первая нестыковка, так как я не нашел информации о пользе, которую несет деятельность Сергея Петруша, а нашел лишь многочисленное количество роликов, в которых суть сводится к одной мысли, что строить в России не умеют. Но что с этим делать, Сергей, к сожалению, не рассказывает. В ролике Сергей и заказчик Артем рассказывают о недостатках, которые выявлялись в процессе производства строительных работ, а также недостатках, которые были выявлены после проверки Сергеем уже готового дома под названием «Микея-2». Серия домов «Микея» придумана и создана строительной компанией «Оптимум Хаус», которая уже более 10 лет работает на рынке в городе Санкт-Петербург. Дома «Микея» созданы для обычных потребителей, для людей, которые хотят жить в красивых современных домах, в домах с удобной планировкой, для людей, которые не хотят растягивать стройку на года и тратить на нее десятки миллионов. С домами «Микея» я знаком не понаслышке. В выставочном доме «Микея-3» у нас был коллаборативный проект. Мы дорабатывали дизайн и эргономику дома, внедряя придуманные нами улучшения, а также делали всю внутреннюю отделку данного дома. Вообще, с генеральным директором «Оптимум Хаус» нас связывает многолетняя дружба. Мы постоянно делимся друг с другом наработками по улучшению качества работ, доступности наших продуктов, передаем друг другу опыт по созданию и ведению успешного бизнеса. Для того, чтобы оставаться успешными на падающем рынке, нам постоянно приходится что-то внедрять, повышать качество и компетенцию наших сотрудников, разрабатывать подробные инструкции, для того, чтобы рабочие не могли сделать что-то не так. Кстати, за основу нашей компании, в компании «Оптимум Хаус» взяты инструкции из Икеи. Ежедневно мы переводим сложные технологические процессы в простую и понятную форму. Успешным результатом данной работы в компании «Оптимум Хаус» может судить отзыв Артема по сборке домокомплекта. Все готовое, все подписанное, как мебель из Икеи. Собирай, собирай, собирай. Вообще, несмотря на негативную составляющую ролика, Артем не один раз упоминает плюсы по сборке домокомплекта по технологии ЛСТК. Нет проблем с древесиной, что в принципе в нашей стране проблема, как я считаю. Проблемы именно с качеством? С качеством древесины. Это мое мнение. Плюс долговечность, жесткость конструкции, быстровозводимость. Все плюсы технологии ЛСТК. И? Все соседи, все соседи были удивлены. Да, это красиво, это вау, вау, интересно. У нас самая чистая стройка была, у нас никакого мусора. Все готовое, все подписанное, как мебель из Икеи. Собирай, собирай, собирай. Минимум обрезков. Предлагаю оставить плюсы и перейти к минусам. Из ролика можно выделить два основных минуса, из которых следуют все остальные. Первый минус – это плохой подрядчик, который собирал домокомплект, утеплял и обшивал дом. Второй минус – это плохая технология. Причем первый минус чаще всего озвучивает заказчик Артем, а второй озвучивает Петруша Сергея. Причем первую проблему предлагаю не обсуждать, так как это рабочий момент. И я уверен, что компания Optium House решает, а возможно уже решила данную проблему. Я лишь хочу дать ряд рекомендаций, советов, решений, так как в ролике озвучиваются только проблемы и не предлагаются никакие решения. Первое – это примыкание оконного блока к вундаме. Причем проблемы с окнами, тоже непонятно, как вот эту историю можно обыграть. В данном случае вижу два простых варианта решения. Первый – если с внутренней стороны напольное покрытие должно подходить к раме окна, а с наружной стороны будет заливаться порог, это пространство между оконным блоком и фундаментом заложить экструдированным пенополистиролом, запенив швы монтажной пеной. В дальнейшем, конечно же, с обработкой оконным герметиком по периметру окна. Второй вариант решения – это добрать нужную высоту специальными доборами, которые являются, по сути дела, той же самой рамой окна. Вторая проблема – невозможно утеплить в угол, так как вата не вставляется туда. А почему углы нормально не теплоизолироваются? Это технически невозможно. Просто технически невозможно. Вата не вкладывается, каменная вата не вкладывается аккуратно. Она туда трамбуется, потому что по-другому туда уложить невозможно. Как правило, когда мы начинаем отделку в домах Optimum House, все дома зашиты уже гипсокартоном. И составляющие стены мы не видим. Но в выставочном доме в Микея 3 мы входили, когда был только утеплен наружный контур. Соответственно, пароизоляцию и дальнейшую обшивку выполняли мы. Проблемы с углами я лично не обнаружил. Соответственно, в ролике, то, как рассказывает Артем, невозможно понять, в чем проблема, и дать на это решение. Третья проблема. Она наиболее важная. Это когда заказчики просили устранить косяки, а строители им отвечали, что все по технологии так и должно быть. Многие проблемы обнаруживались сразу на этапе еще стройки. Просили устранить, но на что, в принципе, получали ответы, что все согласно технологии, так и должно быть. Даже я не строитель, я прекрасно понимал, что такие моменты нужно сразу убирать, сразу устранять и как-то делать это грамотно. К сожалению, такое может случаться в сфере строительства. В таких случаях необходимо приостановить работы, запросить технологию, либо открыть ее, если она есть на объекте, сравнить с тем, что сделано, и принять решение о продолжении работ, либо исправлении недостатков. Если вы понимаете, что необходимо устранить недостатки, обязательно работы останавливаются, исправляются недостатки, и только после этого продолжаются работы. Ни в коем случае нельзя начинать следующий этап. Обшили стены гипсокартоном по каркасу, и они все кривые. Опять же, к примеру, если мы возьмем гипсокартон, обшивка гипроком идет сразу на панель, то есть нет никакого зазора. То есть мы имеем внешнюю стену, здесь никакого профиля нет, сразу гипрок шьется через пароизоляцию, и гипрок шьется уже к стене. Но это, по идее, должно быть преимуществом, то есть все ровненько. В том-то и дело, что преимущество теряется, потому что при сборке панелей они соединяются между собой стальными пластинами, и эти пластины выпирают. То есть мы возьмем, к примеру, провилы, мы посмотрим, что все стены кривые. Понятно, про какие соединительные пластины говорит Артем. Нужно понимать, что профиль ЛСТК – это несущий профиль, толщина металла которого значительно толще, чем у профилей для гипсокартона. Также в местах соединения, соответственно, в местах соединения вертикальных профилей с горизонтальными есть утолщение. Плюс ко всему надо понимать, что у профиля ЛСТК его боковые стенки находятся не под 90 градусов относительно основного профиля с прорезями, что также дает определенные неровности. Для того, чтобы нам в итоге получить ровную стену, нужно клеить уплотнительную ленту типа дискуссбанд на вертикальные профили. Далее делается пароизоляция. После этого мы зашиваем первый слой гипсокартона. После зашивки первого слоя нам необходимо пройти с правилом, обозначить все неровности, все выпирания, впаденьки заделать раствором, либо фугенфюллер, фуген сейчас называется, либо унифлотом. Выпирающие части подточить, либо срезать. В данном случае это является нарушением технологии, но ведет к ровности стены. После этого мы зашиваем второй слой и получаем ровную поверхность. Конечно же, перед малярными работами на этапе заделки стыков также необходимо пройти с правилом и подтянуть оставшиеся минимальные неровности. Итог, мы получаем ровную стену. Примыкание плинтуса к стене и перемыкание плинтуса к полу. Видишь, оно ровное, проходит идеально. Теперь рассмотрим тепловизионное обследование, которое делал Сергей Петрушин. Для того, чтобы тепловизионное обследование соответствовало всем действующим нормативным документам, необходимо, согласно ГОСТ ЭД 548-52-2011 пункт 5.2, при исследовании необходимо использовать следующее оборудование. Термощуп-термометр для измерения внутренней температуры помещения. Термогигрометр для измерения относительной влажности воздуха. Ручной анимометр для измерения скорости воздуха. Этот прибор у Сергея был. Измерительную металлическую рулетку. Термощупа-термометра нет. Измерение температуры производилось обычным градусником. Термогигрометра нет. Соответственно, можно сделать вывод, что относительная влажность при исследовании не замерялась. Величина относительной влажности это очень важный показатель, без которого при тепловизионном исследовании невозможно сказать, присутствуют нарушения в ограждающих конструкциях или нет. Согласно СП-50 пункт 5.1.B Температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкциях должна быть не ниже допустимых значений санитарно-гигиенических требований. Согласно пункту 5.7. Температура внутренних ограждающих конструкций должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха. Например, при температуре 17 градусов Цельсия и относительной влажности 30% температура точки росы составляет минус 0,6 градусов Цельсия согласно СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 То есть при данных условиях конденсат выступит на поверхности стены только тогда, когда температура поверхности стены опустится до минус 0,6 градусов Цельсия. На видео не видно ни одного радиатора отопления. Также на видео Артем и Сергей стоят на поверхности пола, который утеплен экструдированным пенополистиролом. Соответственно, можно сделать вывод, что на момент съемки теплые полы в доме не смонтированы. Это значит, что в доме нет постоянного источника тепла. Здорово. Если будет все здорово, но я буду глубоко удивляться. И тут возникает логичный вопрос. Каким путем прогревали воздух в доме до 17 градусов? Сколько по времени осуществлялся прогрев дома? Учитывая тот факт, что температура ограждающих конструкций в начале исследования сильно ниже температуры воздуха. Вы видели, что там были какие-то сложности с утеплением, экструзии, утепляли это все. Но сейчас мы еще раз поинтересуемся. Фотоархив у нас был. А также температура ограждающих конструкций сильно упала к окончанию исследования. Для измерения влажности внутри ограждающей конструкции Сергей Петруша использует измеритель влажности фирмы Tramex. Как работает прибор? Сканер измеряет электропроводимость неразрушающим методом. Низкочастотный электрический сигнал отправляется в испытываемый материал электродами в основании прибора. Сила сигнала изменяется в зависимости от наличия влаги в испытываемой среде. Сканер измеряет силу тока и переводит показания в сравнительное значение содержания влаги. То есть при приближении прибора к металлу он априори будет показывать увеличение сигнала так как проводимость у металла значительно выше чем у ваты. То же самое касается измерения влажности выше розеток. Ранее Артем сказал что они настояли чтобы всю проводку пустили по потолку. Мы опять же настояли на том чтобы максимально по потолку провели электрику чтобы не нарушать теплоизоляцию в стенах. Соответственно можно сделать вывод что кабель коробки подходит от потолка и будет также давать погрешность при измерении этим прибором. И это лишь малая часть несоответствий в виде стройклама. И тут возникает вопрос зачем Сергей Петруша так яростно выступает против технологии ЛСТК подтасовывая факты. Или для кого он это делает. В заключении хочется сказать что во все времена люди которые что-то исследовали изобретали что-то новое подвергались гнетению такие как Галилео Галилей Джордана Бруно Альберт Эйнштейн за заключением обязательно должен следовать вывод но вывод в данной ситуации думаю что каждый сделает для себя сам а на этом все что цвет дадим жаль не сказал с тобой